Так не хочется вставать? И спала я всего три часа. Сделаю вид, что у меня болит голова или лучшая температура, и посижу дома. Так, стоп, первые признаки лени. Так дело не пойдёт, нужно что-то менять. Конечно, можно и нужно менять свой распорядок дня, и я сегодня вам расскажу, как же сделать утро более полезным и более продуктивным. Начнём с конца, как говорят. Перед сном забудь про сериалы и телефон. Лучше прочитай пару книжных страниц. Мало того, что в ТикТоке ты просидишь до утра, так ещё и на утро будет болеть голова. Поэтому техника — это, конечно, всё очень здорово, но всё хорошо использовать в миру. Ложимся спать без использования гаджетов — это достижение. А ещё большим достижением будет подъём на пять минут раньше, чем обычно. Есть специальное приложение с будильниками с утра, которое отключить практически невозможно, ну или хотя бы немножечко сложновато. Одно из таких приложений я вам хочу посоветовать. Можно выбрать любой из представленных режимов. Особенно актуально для тех, кто не любит математику, выбрать режимы решения уравнений. Или штрих-код продукта из холодильника. Делайте штрих-код заранее, и с утра не будет выбора, кроме как проснуться и сделать всё то, что просит от вас будильник. Стакан воды с утра — это очень хороший способ взбодриться, но лучше сделать утреннюю зарядку. Расскажите, пожалуйста, зачем нужна утренняя гимнастика? Утренняя гимнастика нам нужна для того, чтобы пробудиться после сна, чувствовать себя прекрасно, в хорошем настроении, для хорошего кровообращения, оставаться молодыми, красивыми на долгие годы. У спортсменов столько тренировок. Они тоже делают утреннюю гимнастику? Да, конечно. Спортсмены занимаются утренней гимнастикой. Для спортсменов есть разная гимнастика, бег, плавание, также тренажёрный зал какой-то, да, необходима там кардио какая-то нагрузка для того, чтобы мы оставались в тонусе. То есть те нагрузки, которые мы занимаемся, да, этого мало достаточно, и поэтому мы занимаемся больше, то есть какое-то всё равно пробуждение, чтобы суставы были хорошие, да, то есть кровообращение тоже, сердце, а для этого мы занимаемся тоже утренней зарядкой. А можете показать свою гимнастику? Да, конечно, покажу. Советы от профессионала узнала, всё сделала. Осталось только позавтракать, собраться и покорять вершины контрольных и самостоятельных. Привычка вырабатывается на протяжении 21 дня, поэтому всё это время мы готовы тебя поддерживать. Пиши в нашу группу ВКонтакте. Желаем тебе удачи!